Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в прямом эфире. У нас очень интересный гость по Зуму, который в данную минуту находится в Израиле. Но если будет возможность, то мы, может быть, даже воспользуемся тем, что мы в прямом эфире и откроем линию, так что вы сможете сами позвонить и задать ему непосредственно свои вопросы. И это, мне кажется, будет вам очень интересно, потому что, я думаю, что многие из вас его хорошо знают, если не лично, то по его многочисленным фильмам. Итак, наш сегодняшний гость, его зовут Борис Мафцир. Он продюсер и режиссер, который много снимал, создавал из фильмов в Израиле, фильмов, которые имеют непосредственное отношение к нам с вами. Он объездил практически всю территорию бывшей черты оседлости, снимая свои замечательные фильмы. В общей сложности у него больше 30 документальных фильмов. И он продолжает работать над очередными. Те, кто следит за деятельностью русско-американского культурного центра, которым руководит Регина Хидекель, Russian American Cultural Center, они знают Бориса Мафцира, потому что его фильмы регулярно представлял фестиваль этого центра. Кинофестиваль этого центра, как я вам уже рассказывала, проходит каждый год. Причем в этом году он проходит в очень интересном формате. Он называется «Диаспора и искусство». И, как я вам уже рассказывала, в одной из предыдущих или в двух из предыдущих программ, он идет в разном формате. Он были живые, прямые представления, то есть в кинозале. И вот сейчас до 8 июля, запомните эту дату, до 8 июля, можно будет посмотреть два фильма из программы кинофестиваля Русско-американского культурного центра «Диаспора и искусство» на интернете. Немножко попозже я скажу, как это сделать. Если вы очень нетерпеливо, вы можете пойти на сайт russianamericalculture.com и там посмотреть описание. А я хочу все-таки перейти к разговору с Борисом, потому что нам есть что обсудить. Борис, добрый день. Спасибо, что вы вышли на связь. И, несмотря на то, что вы заняты, я знаю, что вы работаете. Вы только что мне сказали над десятым фильмом из уже прославленной серии фильмов «Неизвестный Холокост», о чем, я думаю, вы нам позже расскажете. Но для начала я хотела бы, поскольку вы у нас первый раз, я хочу, чтобы мы немножечко поговорили просто о вашей судьбе, о вашей дороге в Израиль и в документальное кино. То есть, грубо говоря, как вы дошли до жизни такой. Итак, начнем с Риги. Вы родились в Риге? Ну, с кем не бывает, да. Да. Это такое вот... Ну, я считаю, что это очень удачное было явление, что вы все-таки родились в городе Рига. Хотя, я думаю, что и там, так же, как и во многих других местах бывшего Советского Союза, вы испытывали антисемитизм. Вы были довольно молодым человеком, когда вы попали в тюрьму за сионистскую деятельность. Так это называлось? Да, я считался советским антисемитизмом. Нет, вы считались советским антисемитизмом. Сионистским деятелем. Что, какая была ваша сионистская деятельность, в чем она заключалась? Вы изучали иврит? Сионистским самиздатом. Ага. Это были 60-е годы, и до Шестидневной войны, и после Шестидневной войны. И, в принципе, любая деятельность, которая связана с Израилем, сиандизмом в глазах советского правительства, считалась нелегитимной. И вас осудили на целый год? Да, это было после самолетного дела, после знаменитого ареста. Я не был причастен к самолетам, но многие мои друзья, да, которые мы вместе были в тех, как бы сказать, кругах, и были процессы Валийградских, Кишиневский, Рижский. Я даже не знала. Вот видите, как... В глазах советской власти. Да, я не знала, что был еще и Рижский процесс, и Кишиневский процесс. Это поразительно просто. То есть, ну, во всяком случае, вы не чувствовали себя одиноким? Ну, знаете, иногда думаешь, лучше чувствовать себя одиноким, но так получилось то, что было. И, в принципе, ребята, которые были в самолете, и многие другие, получили очень большие сроки. И поэтому завидовать этому не надо. И одиночникам тоже не надо завидовать. Ну, во всяком случае, вы, можно сказать, отделались одним годом, после чего, я так понимаю, отсидев год в тюрьме, вы тут же уехали. Ну, тогда разрешили, тогда советы разрешили узникам Сиона уезжать. Те, которые отсидевшие в 60-е годы вынуждены были оставаться. А вот наше поколение уже не только могло уехать, а даже содействовали, чтобы уехали как можно быстрее, для того, чтобы не отравляли атмосферу среди остальных, я бы сказал, принадлежных советских граждан. Понятно. Ну, что ж, все, что не делается, все к лучшему. В результате вы оказались в Израиле в 1971 году. В декабре 2001 года, да. Каким был тогда Израиль? Я думаю, что он очень сильно изменился за эти 50 лет. Ну, естественно. Израиль был странной маленькой, но это было через 4 года после 6-дневной войны. То есть, до 67-го года Израиль был точкой на карте. Где-то там, в Атласе, в графическом Атласе, это был номер такой-то и такой-то. Даже не было места написать Израиль. А после 6-дневной войны это уже была империя. Это была империя, победившая Советский Союз. Это была страна, которая Советский Союз открыто враждовал, разрыв отношений. Победа Израиля, кстати, аукнулась на судьбе советских евреев, и поэтому вся злость переместилась, злость советская переместилась на тех, кто был в Советском Союзе. Страна была очень домашняя, и вот эта ситуация, шла хатомед, пусть и народ мой, которая уже в тот момент была общепринятой, она, конечно, очень-очень помогла тем, кто приезжал в то время. Вот как мы. И условия были гораздо-гораздо лучше, чем то, что было потом. у людей с высшим образованием был грейс на стипендию на три года, чтобы могли получить, я бы сказал, стаж, изучить евриты, и действительно очень-очень многие остались в своей профессии. Было место, страна была маленькая, но нашлось место для всех. Вот это было то, что потом уже не повторилось, не в 90-е годы, и, конечно, уже не в более поздние периоды. А вы, когда вы приехали в Израиль, вы уже были так или иначе вовлечены в кино? Или вы мечтали уже быть кинематографистом? Я мечтал, ну, как мечтал, знаешь, что такое мечта? Это еврейский мальчик, юноша в Риге из семи латвийских евреев. Семья очень простая. Отец покойный, он рано умер очень, столер, мать партниха, без связей, без каких-либо контактов. У меня не было никакого шанса попасть во ВГИК. Ни денег, ни связей, ничего. Была мечта, любительская студия. И когда мы приехали в Израиль, мы пошли в Кибус с женой, я был членом Кибуса, и мой товарищ, бывший рижанин, кстати, летом 1972 года сказал, вот открывается факультет, может быть, ты попробуешь. Это было не совсем реально, потому что еврей я знал очень плохо, я немножко учил, но не для того, чтобы идти в университет, это уже не сегодняшняя ситуация, когда русский это второй язык Израиля, иногда даже больше. Тем не менее, я пошел на экзамены, меня приняли, благодаря поддержке моих уже новых израильских израильских друзей. Погравителей, да. Я не только завершил первый поток отделения кино и телевидения, но и сделал первый дипломный фильм, это мой, то есть первый фильм, который был сделан, другого выхода нет, я у Леха Даши, у меня не было возможности еще учиться год и еще год, но нужно было сделать все в срок, поэтому я за четыре отпущенных на учебу года завершил диплом и сделал дипломный фильм. Вот так все началось. Да, началось очень хорошо, здорово, а вот интересно, это был первый выпуск отдела кинематографии Тель-Авивского университета. Факультета. Факультета. Ну, факультета, да. Были ли до этого в Израиле какие-то киношколы? какие-то были? была школа Бет-Сфи, ну, такого среднего уровня, без академического статуса, и действительно, факультет был первым, ну, а сегодня Израиле это уже просперити, потому что одна из лучших киношкол в мире, сам Шпигель, одна из пяти лучших, она юрисоверимская, много других школ, я был основателем отдела документального кино, департамента документального кино в колледже Вице-Хайфа, и мы тоже получили академический статус, который действует до сих пор. Сегодня в Израиле есть минимум 12-13 киношкол и факультетов. И результаты на лице, да, для такой страны это поразительно. Это Волга-Волга. Но результаты видны, потому что израильское телевидение, израильское кино, художественное и документальное, оно очень известно в мире. Оно я неоднократно читала в больших каких-то там статьях о том, как активно привлекает, например, тот же Голливуд израильские сценарии, покупает права, чтобы переснять заново какие-то израильские фильмы и так далее. То есть полный расцвет. Но вот тут мне очень важно вас спросить. Вы все время говорите документальное кино, документальное кино, документальное кино, и вы известны как продюсер и режиссер документального кино. Вам никогда не хотелось снимать кино художественное, то есть с актерами, билетристика, выдуманные сюжеты и так далее. Я вам даю простой и скучный ответ. Никогда. Вы анализировали почему? Про себя никогда не задумывались? Наверняка вас тоже спрашивали об этом. Знаете, я думаю, что вы меня извините, это для меня очень странный интеллигентивный вопрос. Почему? Потому что вы говорите допустим со скрипачом. И вот вы его уважаете, цените, пригласили его, и вот вы его спрашиваете, а вы не хотели никогда играть на трубе? Вот вы скрипача никогда не задали. Почему если в юности он занимался уроками трубы, брал уроки трубы, то я могу его спросить, я могу спросить, дорогой, а какие-то не хотелось? Было много таких случаев, кстати, было много, но если вы не хотите отвечать, это окей. Майя, мне нечего ответить, я никогда даже не думал об этом. Не думал, не собирался и не видел, в этом какой-либо интерес для меня. Мой интерес это документальное кино. А в этом самом документальном кино вы были продюсером, вы были режиссером, что для вас интереснее? Или вы стараетесь совмещать самому быть и продюсером и режиссером этого же фильма? Я стал продюсером по вынужденности. получилось по ситуации, в которой я оказался. Естественно, я хотел быть режиссером и я думаю, что если бы я не был не только продюсером, я был еще начальником, был директором студии, я думаю, что если бы я не прошел этот путь, моя судьба была бы другой. но это естественно, это все взаимозаменяемо. То есть вы хотите сказать, когда я решил уже вернуться в кино, что как я ушел от начальства разного вида, то, конечно, меня интересовало только одно режиссура, а то, что я продюсер, это вынуждено, потому что в Израиле все построено так, что если ты не совмещаешь семь профессий в одном лице, то очень трудно делать документальное кино из-за бюджетности. Вы замечательно все это объяснили. И теперь самое время нам перейти к вашим последним достижениям, которые, в общем, на самом деле уже много лет продолжаются, но которые нам здесь очень хорошо известны благодаря вот этой серии «Неизвестный Холокост». И девять фильмов уже сделано, вы работаете над десятым, а эти фильмы в какой-то степени выросли из, тоже из какой-то вашей такой, можно сказать, руководящей деятельности, да, когда вы работали в Яд-Вашеме? Маленькая коррегация. Меня пригласили в Яд-Вашем по двум причинам. Может быть, по трем. Первое, что меня знали по работе на студии в предыдущие годы. Второе, что я был супервайзером по киновидеоматериалам в новом историческом музее Яд-Вашем, который открылся в 2005 году. А третье, это то, что я вернулся из Москвы. Я два года был главой Сахнута. Как я полушутя иронически называл себя императором 2К от Калининграда до Камчатки. Сегодня это, конечно, выглядит как какой-то сон 13-й ночи. Да. И они искали человека, который может поднять проект, который даст ответ на не хочу сказать, как в этом анекдоте с Рабиновичем, который идет по улице, видит кошелек полный денег, набнулся, поднял, открыл, пересчитал, там не хватает. Так вот, чтобы не было вот этого сноса в этот анекдот, когда открылась база данных в интернете в 2005 году, четко выяснилось то, что в архиве знали. Если в Центральной и Западной Европе было известно примерно 90-95 процентов имен евреев, которые погрюли в Колокосте, на территории бывшего Советского Союза, я хочу подчеркнуть деликатно, Советский Союз в границах 1941 года, то есть это граница, которая контролировалась в отношении памяти советской властью сразу после войны. Было известно 12-15 процентов имен. Исхакарат, покойный Исхакарат, который был директором долгие годы, я дважды, более 20 лет, генерал в отставке, был партизаном, он в своем исследовании определил, что примерно 2 миллиона 700 тысяч евреев погибли на территории Советского Союза. То есть почти половина из 6 миллионов. 2 миллиона 700 тысяч почти половина. Сегодня по самым скромным оценкам, которые встречаются в различных републикация, нет цифры меньше 2,5 миллионов. Иногда причисляют те почти 80 тысяч евреев, которые были вывезены из Германии, Австрии, Словакии, Чехии в Москву, в Минск, в Пауна-Свенгингу. Иногда там есть вопрос границ, как Белестовский, который был советским, или Закарпатия, которое было венгерским. Это уже детали, но в принципе мы говорим о массе. Я в Вашире искал человека, который может заняться заново попыткой собрать имена. Вот это проект поиска имен евреев, погибших в Холокосте на территории бывшего Советского Союза. Это был не проект начальника, это был проект исследователя, это был проект черно-рабочего. Да, довольно тяжело нарезанное было. Они снова Богу здесь, то есть одна не в Ядваше, Мэма Сотникова, вторая в Ядваше до сих пор занимается этой темой, Оля Витвак. И мы, я работал с ними 7 лет, потом они продолжили еще, я ушел в фильмы, и я объездил в 160 мест. Я называю эту цифру, откуда вот такая точность. Очень просто, в бюрократе. Когда едешь в поездку, после этого надо дать отчет, где был, какая дата, более-менее с кем встречался. И вот я набрал 160 мест, некоторые я посетил больше, чем один раз. Это города, это городишки, это деревни за 7 лет. И вот тогда я открыл для себя то, что я назвал страной неизвестного Холокоста. Сегодня я бы назвал это иначе, что это страна скрытого Холокоста. Холокоста, который был скрыт. Скрыт, да. Но тогда я этого не знал сам. И после 7 лет, почти 7 лет, я решил сделать свитч и сделать первый фильм о Беларуси. Беларуси, но сегодня говорят Беларусь, поэтому я сказал правильно. И я не знал, что это будет потом проект на... То есть вы делали фильм о том, какие вы нашли места бывших концлагерей или казни или... Это было герой. Нет, не было никаких на советской территории не было концлагерей. Были гетто. Гетто, да. Были гетто, но я имею в виду страну, о которой в коллективной памяти мы практически ничего не знаем. Вот в музеях Омеги Таот была карта. Вся центральная и западная Европа была забита буквально различными лампочками лагеря смерти, концлагеря, то есть лагеря, в которых содержались евреи, не лагерь смерти. Скажем, Бухенвальд или Зарценхозен и Штудров и пересыльные пункты, а вот восточная часть Европы, то есть справа, когда смотришь на карту, она голая. Там было мест 10-12 там был. И Бабияр, Рига, Калнас, Минск, Одесса, все. Это то, что знали. Те, кто посещают Яд-Вашем, обращают внимание, почему вся советская территория это небольшая комната с Баби-Мяром. Это то, что знали в 90-е годы. Почему советский Холокост неизвестный? Местные знали. Те, кто выжили, семьи, которые выжили или бежали из Крыма, из Кавказа, они знали об этом. Те, которые выжили после восстания в гетто в Беларуси тоже знали. Вот видите, а я, например, даже не знала, что было восстание в Беларуси. Я думаю, восстания в Европе еврейские были летом 42-го года в Беларуси. Вау! Вот так. За 30-ти года до Варшавского гетто. Но поэтому ничего не было известно. Борис, вопрос. Вы можете назвать, просто напомнить нашим людям эти фильмы, название этих фильмов, потому что после Беларусского фильма вы же сделали еще целый Я делаю это очень просто. Очень просто. Войдите в интернет, наберите Борис Макцер на русском, на английском, на еврейском, сразу в поиске неизвестного Холокоста. Да. Сэщинг за Аноман Холоко. Я могу просто повторить, поскольку Борис не очень хочет это говорить, я могу назвать несколько хотя бы. Дорога к Бабьему Яру. Мы дадим вам умереть. Холокост Восточный фронт, тоже очень интересно, за Нистрой и, наконец, загадка Черной книги. Причем существуют варианты, во-первых, очень много в этих фильмах русского текста, естественно, иврит, но есть перевод и на английский язык, то есть есть титры англоязычные для тех, кто не знает иврита. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели, у нас есть очень хороший трейлер, вот такой предпоследний, наверное, то есть эта серия не закончена, конечно, но вот «Загадка Черной книги» это фильм, который, какой он у вас под номером, восьмой или девятый? Девятый. Девятый. «Загадка Черной книги». Это очень хороший трейлер, он практически поднимает многие вопросы и как бы подводит некий итог, то есть мы начинаем понимать, почему это все скрывалось, как это обнаружили и как это попытались замять и скрыть. Покажите нам, пожалуйста, этот трейлер. Гренбург пришел с идеей создать документ, памятник погибшим евреям на территории Советского Союза. 25 июля у нас произошла ужасная резня. Осталось 350 человек, 850 погибли от убийств черной смерти. Как щенков бросали в нужники, детей живых бросали в ямы. Нам пока удалось спастись, но насколько? Я хочу чтобы этот пресс покрыть как муэш, чтобы объяснить место. Тимоти Фрай, знаменитый исследователь. И дальше история о том, что вот как постепенно возобновился и распространился советский антисемитизм. Возможности, люди узнали о том, что антисемитизм очень важная мысль о том, что Холокост научил людей, показал людей, что антисемитизм может быть нормой. И дальше эта история, это очень интересный фрагмент, связанный с приездом Голдемир в Москву. Мы помним, что в конце 40-х годов Россия дружила с Израилем и принимала Голдемир. Осенью 48-го года был закрыт еврейский театр, закрыто еврейские издательства. 1100 еврейских школ было. Осталось практически ничего. В лучшем случае они лишаются только своих должностей. А в худшем происходят аресты. Компания 48-53-го года, серия компаний, они все имели антисемитизмскую суть. И это все было уже в голове у Сталина давно. Евреи сделали свою работу, они нам больше не нужны. Вот загадка черной книги. Я полностью дала посмотреть вам этот трейлер. Я хочу напомнить, друзья, что у нас в гостях по Зуму создатель этого и других очень важных, очень интересных фильмов Борис Мафцир. Его новый фильм, который тоже связан с антисемитизмом, но не с военным, довоенным и послевоенным, а с советским времен, как бы, 50-е, 60-е, 70-е годы. Этот фильм называется «Инвалиды пятой графы». «Fifth paragraph of invalids» на английском языке. Но этот фильм можно сейчас до 8 июля смотреть на интернете совершенно бесплатно. О том, как это сделать, я расскажу вам во второй части нашей программы, где мы продолжим нашу беседу с Борисом Мафциром. Не уходите. Ваши близкие всегда окружали вас максимальной заботой. Пришло время ответить им взаимностью. Один из лучших реабилитационных центров класса «Люкс» в Нью-Йорке готов восстановить их здоровье после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Русскоязычный персонал, все необходимые доктора под одной крышей, домашнее питание и развлекательные мероприятия для благоприятного восстановления. Реабилитационный центр «Шур-Вью» – один из лучших в Нью-Йорке, но самый лучший для ваших родных. Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежней и красивей? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Ауэр Экстерминатор» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Ауэр Экстерминатор» от остальных. «Ауэр Экстерминатор» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Самая быстрая, безболезненная и эффективная процедура восстановительной венопластики проводится в сосудистом институте «Синайдиагностикс» автором новейшей методики доктором Дэниелом Саймоном. «Синайдиагностик» для меня просто открытие. Я не подозревала, что можно так быстро провести эту процедуру. «Синайдиагностикс» 718-615-4100. Здесь не только вылечат вас, но и справят чужие медицинские ошибки. Лечитесь у лучших. По статистике специалистов Davidson Ambulance Assist русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно? Забудьтесь о своем здоровье вновремя. Запишите телефон скорой помощи Davidson Assist. 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их прижать. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80-05. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Своните сейчас. 718-303-80-05. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас в гостях продюсер и кинорежиссер, автор 30 с лишним документальных фильмов, Борис Мафцир, который сейчас работает над очередным 10-м фильмом из серии «Неизвестный Холокост», но только что выпустил на экран фильм под названием «Инвалиды пятой графы». Это русское название. По-английски это называется «Fifth Paragraphs Invalids». О, наверное, я правильно говорю. Как бы то ни было, этот фильм сейчас совершенно бесплатно. И это единственное место, где его можно увидеть. Показывается русско-американским культурным центром на интернете. Вы можете пойти на их сайт russianamericanculture.com Вы можете пойти на Eventbrite и там продолжить Eventbrite. Оттуда надо выйти на Russian American Festival Diaspora and Art Film Festival. Diaspora and Art Film Festival. И уже там увидеть название этого фильма. И можете посмотреть. Кроме этого, там показывается еще. Там же есть линк еще к одному фильму. Тоже новому, тоже очень интересному. Называется «Подпольный балет». Его автор Лина Чаплина. И вот эти два фильма по инициативе Русско-американского культурного центра теперь можно бесплатно до 8 июля смотреть на интернете. Но давайте перейдем к разговору с Борисом Мафциром, потому что меня очень интересует вот какой вопрос. Борис, фильм «Инвалиды пятой графы» Это в какой-то степени выбивается из вашей вот этой линии неизвестного Холокоста, где, я так чувствую, у вас еще очень много несказанного, неоткрытого, непоказанного. И вы продолжаете над этой серией работать. Что вас заставило повернуть немножечко вот в мирную сторону, скажем так? С вашего позволения, как бы разговор о скрипачей и о трубе. Холокост – это не моя тема, которую я выбрал. Я в этой теме оказался. Я делал и как продюсер, и как режиссер фильмы на разные темы. Не на все, конечно, 360 градусов, но на определенный спектр. Поэтому это не то, что вот ты занимаешься чем-то, у тебя есть одна стезя, и вот когда ты отступаешь от нее, одну секунду – а что ты делаешь? Это не совсем так. И поэтому второе замечание. Это не мой фильм. Я соавтор этого фильма. Вместе с Лилией Цвокбенкери, мой постоянный мотажок. И вот сейчас я как бы хочу сделать такую завитушку. На самом деле, для нас, для Лилии и для меня инвалиды Пятой Графы – это как бы внуки загадки «Черной книги». «Черная книга» продолжается тем, что после смерти Сталина у советских евреев не осталось ничего еврейского. Нет институций, нет культурных организаций, нет практически языка идиш. Ну, еврей-то уже понятно, фактически запрещен. Остался только, как сказал профессор Тфигитрован, американец, из Мичигана, пятый пункт, пятая графа. И вот как советские евреи жили с этой пятой графой. Мы начали искать архивный материал, он казался очень интересным, потому что вот советский документальный фильм, он очень доброжелательный, он очень добрый, он очень счастливый. Вообще, советская жизнь на экране кино, она замечательная. Все любят друг друга, все дружны, все доступно. Да, свинарный пастух. Я начал беседы с людьми, которые приехали из Советского Союза. После двух бесед начался ковид. И все остальные почти 100 бесед я сделал по зуму. Но это большой минус с точки зрения кино, потому что это ограничивает. Возможности визуальные, визуальные возможности ограничивает. С точки зрения рассказа, я бы никогда, я думаю, не получил бы того, что я получил по зуму в ковиде. У людей было время. Многие сидели дома. Даже те, которые работали, все равно все эти перерывы и карантины. и зум располагают в том, что ты беседуешь. И не то, что ты приезжаешь с съемочной группой, ты должен сделать два или три интервью в день в разных местах. Нет, есть время. Потом можно вернуться. И вот постепенно разговоры «Май лайф», то есть «Моя жизнь». У всех я спрашивал одно и то же. От детства и до отъезда. Были беседы, кстати, с теми, кто уехал в Америку или в Канаду. Даже с теми, который остался в Москве или в Киеве. Это было до войны. Поэтому все это было кошерно в то время. Но в итоге я все-таки выбрал беседы с теми, которые приехали в Израиль. И вот сегодня на расстоянии более 30 лет как они вспоминают то, что было с ним. Причем выбор был, что это момент отъезда в Советский Союз. То есть до 91-го года. Практически 90-91 год. Это было важно. Это отъезд из Советского Союза. Это расставание навсегда. Это отдаешь паспорт и со 100 долларами ты уезжаешь. Второе. Вначале мы думали, особенно я больше, чем Лиля, дело только про Киев. Самый антисемитский город Советского Союза. То есть сочетание и народного, и государственного антисемитизма. Но это было слишком тесно, это было слишком однобоко. И мы открыли это на три самых больших города Советского Союза. Они же самые и три больших еврейских города. это Москва от Киев. И вот это разговор о том, как люди росли, кончают школу, а что можно, а куда нельзя. Самое интересное, это вот, я бы сказал, загадка советского государства антисемитизма. Парафраза черной книги. Нет никакого указания, инструкции, куда брать евреев и куда нет. Где они могут работать и где нет. Кем они могут работать и кем нет. То есть официальных документов никаких не осталось? Ни одного. Это все было всюду понятно. Это было понятно в Жберенке и в Киеве, и в Челябинске, и в Москве, и в Ленинграде. Всюду. Это не было адекватно. Я родился в Риге, Рига это не Советский Союз. Это четверть Советский Союз. Поэтому все мое поколение поступало в Риге в политехнической совершенно свободно. В Киеве в политехнической евреев не принимали плохо. То есть были разные уровни. Сибирь и Дальний Восток это кто такой евреи? Конечно Грузия, Азербайджан или Узбекистан это совершенно другие отношения. Грузия вообще не знает, что такое антисемитизм. А вот я бы сказал сермяжный Советский Союз, что это большевистский Советский Союз, до 1939 года, говорящий по-русски, воспитанный на большой Москве, там конечно наши рассказчики передают то, что они прошли. я еще раз подчеркиваю, это не всеобъемлющий рассказ. Там нет претензий, чтобы это было обо всех всюду и во все время. Понятно. Это Брежневский период, это люди, которые выросли в Брежневе, они родились плюс-минус со спутником. При Крущеве или да, или раньше даже может быть. И где-то в районе 30 лет, возрасте 30 лет они решают уехать. Это их рассказ. 20 участников это то, что они сказали. Понятно. От меня есть там 6 минут исторического комментария, который объясняет что, а вторая деталь, которая тоже связана с черной птикой. Вот поколение это внуки, а вот для советской власти это уже как бы тот вывод, который я даю, ничего не изменилось, потому что как Сталин определил в статье, которую он заказал у Уренбурга, и те, кто посмотрит загадку черной книги, эта статья упоминается, сентябрь 1948 года, что для советских евреев нет Израиля. Родина советского еврея это Советский Союз. 1948 год, предупреждение. Израиль для Советского Союза был бельбом в 1948 году и в 1967 году. И тогда, когда Израиль получает признание, кларификацию евреев, и не только евреев всего мира, для советских евреев это превращается в то, что на еврей и говорят, макель вегезер, то есть кнут и пряник, это превращается в кнут. И вот советская власть после 1967 года, это люди рассказывают, что то, что было возможно до Средневой войны, когда в МГУ на Мехмат в 1966 году из 500 абитуриентов, в Сухом Гугле я бы тот был. Было 130 евреев, я получил на это свидетельство от трех разных людей, выпускников, 1968 год, ноль. Давайте посмотрим, у нас есть трейлер этого фильма, давайте его все-таки посмотрим. В той жизни мы хотели не многого, мы хотели, чтобы к нам относились как к равноправным гражданам, а не в соответствии с пятой графой. Фаина, это папа мне дал в память о бабушке моей, которую расстреляли в Одессе, Фейга. Он мне объяснял, что нельзя в Советском Союзе девочке дать имя Фейга, это все равно, что поставить клеймон на лоб. Мы живем под одним советским небом и у всех у нас равные права. Будто удаст зеут шалии, быдумай разот, а я расшум басив хамеш иудей. Был анекдот. Меняем пятую графу на три судимости. хамеш 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 на три жидовка за душу. Я пришла домой, спросила бабушка, что такое жидовка, что такое жидовская морда. Это я уже знал, что ругательство, это я помню. Когда меня били, они мне говорили, мы знаем, что парень ты хороший, но ты жил, и мы когда-нибудь тебя убили. Единственные условия приема в ВУЗ глубокие и прочные знания, приобретенные в средней школе. Как ты не понимаешь, ты еврейка, ты должна лучше всех знать, чтобы быть как все. И только тогда у тебя есть какой-то шанс, что тебя возьмут в институт. В нашей среде было известно, куда есть шанс поступить, а куда нет шанса поступить. Отобрать лучших главная задача, стоящая сейчас перед нашими ВУЗами. Только 2% из поступивших могли быть евреями. Мне просто в глаза посмеялись и сказали, что серьезно хочешь поступать, и что думаешь, что ты поступишь в наш институт? И он тебе просто давал какие-то задачи, ты должен был их на месте решить. Как бы ты ни отвечал, все равно в конечном итоге последний экзамен будет. Израильские агрессоры с благословением и при попустительстве США обслужившись советских властей. Израиль в этом смысле был для них такой вот коллективной игры. И евреям не очень-то можно доверять, потому что они все равно, они с сердцем не с нами. После шестидневной войны начались выезды. Во-первых, боялись, что уедут, секреты какие-то там за границу расскажут. И тогда действительно не надо им давать образование, не надо допускать их секретным работам, потому что они передадут эти секреты на Запад. Общество свободного труда, социального и национального равенства. Был целый круг профессий, который был для нас совершенно недоступен. Было ясно, что существует негласное указание не брать, не гнать, не повышать. Указание циклопорции, однозначно сужан. Вы видели какие-нибудь эти указания? Вы читали эти указания? Их никто не видел. Это же все было негласно. Это ничего не было названо. Но все все понимали. Это правила игры. Сам факт, что мы евреи, это и была вина, это в этом была ущербность. И самое ужасное, что должна была с этим смириться. Советские евреи 70-80-х годов это люди, которым отказали в праве жить в стране, которую они могут с полным правом считать своими. Это самая правильная формулировка. Очень важная формулировка. Борис, я так понимаю, что фильм сделан именно из этого противопоставления солнечных документальных советских фильмов о равенстве, свободе, красоте и полной любви друг к другу и реальных человеческих историй. Он уже был показан? Так получилось, потому что когда мы искали материал, мы ищем материал про детский сад. Какое счастье? ищем материал про школу. Нет предела этому счастья. Вот окончает институт. Это все всеобщее счастье. Когда мы искали материалы, было ощущение, что это такая утопия. И в этой утопии люди живут. Они рассказывают в этой утопии, в это же время, в этой же ситуации. вот это мой детский сад, вот это моя школа, когда открывают школьный журнал, а вот у нас 7 жидов в классе. Почему в школьном журнале должна была быть национальность? Вот это советское определение, этническое, когда есть дружба народов, но есть и национальность, а кто ты такой? В итоге превратилось в то, что советские евреи стали называть себя инвалидами. Кстати, у меня был спор и с Лилией, и с моим продюсером, товарищем Цвика Шефи. Почему я придумал это название? Это название векопедии. То есть советские евреи называли себя инвалидами. Да. Окей. Фильм этот, я хотела спросить как раз, как показали ли его уже в Израиле, и как он принят? Не было ли ощущения такого, что ой, ну мы это все знаем, и все через это прошли? Было очень поразительно, потому что когда была премьера, потом был еще один показ, потом был показ «День независимости по телевидению», и Лиля, и Марина Кигель, которая очень помогла нам с подготовкой и распространением материала о фильме, собрали отзывы и в Фейсбуке, и личные. Это делится на две категории. русскоязычные это наша жизнь. Вот это я прошел. Дина Рубина написала, что наконец-то рассказали, как мы жили. Вот кто-то наконец-то, это не ее слова, это другие, вот наконец-то рассказали, через что мы прошли, что такое значит, что это значит быть советским евреем. они русскоязычные были не в шоке все-таки, это не война и не холокост. Они были поражены, потому что они понятия не имели об этом. ведь моя цель в отличие от Лениной это рассказать тем, кто не знает о том, что было. Для Ленины цель рассказать, что было с ними. Это поколение 90-х. То есть мы как бы расходимся, но в итоге мы сошлись на том, что израильсиане говорят, для нас это просто откровение. Мы-то знаем уже здесь, вот приехали Владимира и Ольги и Лили и прочие. Вот здесь 30 лет. А кем они были? Что было с ними? Это скрит в каком-то тумане. Борис, вопрос. У нас совсем мало времени осталось уже, к сожалению, до программы. Я слежу за временем, я знаю, сколько времени осталось. Спасибо большое. Но я хочу спросить, что вы сейчас делаете? Вот вы говорили, что вы работаете над очередным фильмом на какую он тему? Нет, сейчас десятый фильм это Холокост в литовской провинции. Потому что и для меня эта тема была странной, потому что, извините за тавтологию, это как бы не неизвестный Холокост, потому что Вильнюсское гетто, Кауновское гетто, 9-й форт, 7-й форт, Абакомлер, партизаны, известные истории, Кауновское гетто и Ядваршем. И где-то год чем-то назад мне попала статья, которая называется «Отчет Ягера». Это командир, командующий безопасностью Германии, подполковник СС, СС, Карл Ягер, 1 декабря 41-го года, пишет отчет, 5 копий, одна копия сохранилась, советский СМЕРШ получил ее, когда он вошел в Литву в 44-м году, но опубликовал только в 71-м году, если я не ошибаюсь, много лет спустя. И в этом отчете Ягер перечисляет с гордостью список мест, дат, количества мужчин, женщин и детей. И потом он подводит итог, мы уничтожили 137 тысяч так-то евреев, по просьбе местных властей мы оставили еще людей в Вильнюсе, Каундеся, Шауляе, но не надо беспокоиться, когда придет время, мы и ими займемся. Вот этот уникальный документ, который открывает места, которые для меня были абсолютно неизвестны на слуху. И вот это литовская провинция, где-то почти 230 штатенов, местечек, в которых погибло половина литовских евреев из 200-220 тысяч. Половина это провинция, половина это Вильнюска, у нас и Шауляи. Да, но были еще другие места. Но там некому было рассказать. И вот впервые, очевидно, впервые общий рассказ, это то, что я попытаюсь сделать, было несколько в фильмах, например, очень достойный фильм, Амалитая сделан несколько лет назад, Аюнбакасец фильмы, еще отдельные фильмы есть. А вот попытка понять, что же произошло, что в течение трех месяцев, четырех месяцев, из ста евреев, которые жили в провинции, в живых остался один. На каждые сто евреев одного только оставили. Один остался, чудом. Не остался, один остался. Один выжил, один спасся. Из каждой сотни. А на самом деле получается тысяча. ста евреев только один спасся. Я поняла, я поняла. Это трагическая, ужасная статистика. Как литовские власти к этому всему относятся? не имею никакого отношения. То есть вы не знаете их реакцию, потому что мы знаем, что и в Польше. Я ни в одном фильме не общался с властями. Я не думаю, что тема моих фильмов это тема властей. это бесперед рассказывает. Это косвенно правильно, но это в какой-то степени касается нас с вами сегодня, потому что мы знаем, что во многих странах Польши, например, они говорят, нет, мы хорошие, мы белые, пушистые, не надо нам говорить, какие мы были плохие. Я думаю, что минуту, что я сейчас хочу взять, я попытаюсь определить. Давайте. Я думаю, что документарист не должен смотреть на власть. Документарист должен рассказать историю. Да. Она идет вне власти. Власть может влиять на историю, как черная книга. Власть может спорить с историей, и поэтому документарист должен к этому отнестись. Но я не спрашиваю, как власть относится к моему фильму. Ну, понятно, да. Окей. Друзья, я хочу вам напомнить, что Борис Мавцир у нас сегодня не случайно, потому что до 8 июля фильм, в котором он, как он сказал, выступает соавтором, это документальный фильм под названием «Инвалида пятой графы» или «Инвалиды пятого пункта», «Fifth Paragraph of Invalids», можно посмотреть совершенно бесплатно в одном только месте на интернете. Когда вы все время говорите, что совершенно бесплатно, мне захочется взять за это деньги. Ну, я просто хочу нашим зрителям сказать, что если у них есть проблемы с кошельком, так вот, чтобы они не волновались, потому что об этом позаботился русско-американский культурный центр, организовавший этот показ. И спасибо Борису, что он все-таки предоставил возможность показать этот фильм на интернете. Фильм называется «Инвалиды пятой графы» в сайт russianamericanculture.com или eventbrit. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо, Борис. Ну, хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова